Служение поднимает дух Потому что на душевном уровне мы уже все сделали Все сыграно, жизнь сыграно Свадьбы сыграны День рождения, праздники Наигрались, напраздновались А теперь рабочий процесс И сегодняшняя тема называется болевой фактор Эту тему уже выходила в портале Она выходила в церквях завета Но я еще раз хочу ударить по этому фронту Я еще раз хочу ударить вот по этой проблеме Христианство, людей, которые не знают Бога Потому что это самая важная часть И хочу начать сначала и сказать с одного Хочу истину никогда не спрячешь Как бы ее не прятали люди Тысячелетиями ее не спрячешь И если ты хочешь Если ты захочешь Ты ее услышишь Только они ленивые И люди, которые не хотят ничего делать Они ее не слышат и не принимают Истину невозможно спрятать Невозможно закрыть спиной Как бы ее не закрывала Религия не закрывала истину Ничего у нее не получается Возникают какие-то вспышки Реформации, революции в христианстве И это в истории уже все записано Истину никто не может спрятать Она есть Она просто есть Ее не нужно даже показывать Ее не нужно двигать Ее нужно взять тебе и принять Вы согласны со мной? Аминь, церковь Тогда идем в истину Я хочу сегодня поделиться с вами Откровением о боли И это откровение Оно немножко с учением Но ты поймешь и ты победишь Если ты захочешь услышать Бог мне показал две боли Боль, с которой мы родились И приобрели в этом мире И боль, данная Богом Это совсем одинаковая боль Но они имеют два разных значения Две боли Две боли Которые у нас есть Здесь нет ни одного человека Который бы хоть раз в жизни Не переживал боль Я хочу тебе сразу сказать Что боль Она активирована с самого рождения Как только ребенок сказал А, она уже активировалась С болью Младенец Мы даже не понимаем Почему он плачет Он не может выразить чувство Что у него болит Животик болит Мы не знаем И мы бегаем Родители над ним А он орет Или от радости Или от боли Ребенок уже рождается С самого рождения С боли По ощущениям эти боли Не отличаются друг от друга Ничем Но Это очень сложно Понять Разницу Между этой болью Если ты поймешь Ты победитель Если ты поймешь Эту боль Вот эту разницу Границу Где есть боль Бога А где есть Бог Этого мира И твоя приобретенная боль Лично тобой Ты победишь Но это очень сложно Это так сложно Это на духовном уровне Будет происходить Этот процесс Моя задача Сейчас высвободить Это слово И посеять в твой двух Религия Очень сильно Скрыла Откровение боли Религия Никогда не скажет тебе О боли Никогда Все хорошо Все прекрасно Приходи к нам У нас тут Любовь и мир У нас есть праздники Рождество Пасха И многое-многое другое А какой у нас Прекрасный Концерт Я скажу про славление У них концерт Приходи Мы Библию тебе подарим На твой день рождения Когда у тебя будет день рождения Тогда надо что-то дарить Я один раз попросил Пастора Можно взять Библию Ты что Это подарки на день рождения Это не была Библия Это какая-то Чмошная Маленькая книжечка была Я знал Что под этой книжечкой Естественно Мне не хотелось Ее взять Я говорю Можно? Не-не-не Нельзя Приходи к нам в церковь Мы тебя научим Молиться и поститься Вы слышали? Приходи родной У нас нет боли У нас все прекрасно А дальше что? А дальше человек Отлетает еще больше И больше От Бога Он не только Обходит Это помещение Где собирались Святые В кавычках Он вообще даже Не притрагивается И в мыслях У него не проскакивает Что ему нужен Бог На сегодняшний день Все вот это Лобзание Лебезание И информация Скрытая информация О боли Человек отталкивает От Бога Потому что Эти служители Они Служители в кавычках Они просто Отталкивают человека Они скрывают И они обманывают Человека Сразу же Когда он приходит В церковь Но я хочу сказать Пока мы только начали Я хочу сказать Здесь есть боль Там где есть Бог Есть боль И очень Очень огромный Я не хочу тебя Ввести в процесс Очарования Чтобы ты не разочаровался Нашим Богом Потому что Бога мы не знаем Я хочу Чтобы мы сразу Начали правильно двигаться И я хочу вам сказать Это тоже Один из глобальных Шагов Сегодня Стратегических Шагов К победе Это понять Что такое Боль Данная Богом Знаешь Классно сейчас говорить Здесь атмосфера Ребята взрыхлили Дух Почву Да Почувствовал Дух Святой Я молился И мне папа показал Ангелы звука были В зале Реально Сейчас почва Взрыхлили Можно все что угодно Говорить Аннекдоты читать Ты будешь принимать И говорить Аминь Рабочая обстановка Классно Идем дальше Тема о боли Запомни Человек Никаким образом Не может защитить себя От боли Чтобы он не дел Это чувство Убрать Невозможно Ты никак Себя не защитишь От боли Никак Ты будешь убегать От боли А она будет тебя Преследовать Ты будешь Освобождаться От одного места Заходить в другое А там еще больше Тебя будет бить Знаешь почему? Пока ты не примешь боль Она всегда Тебя будет преследовать И очень сильно И с каждым шагом Это будет боль Увеличиваться Пока ты не скажешь Боль Входи В меня Христианство Не готово Сейчас это слушать А я говорю Я хочу сеять в дух Я тебя предупредил Это процесс Будет посеян Сейчас Ты хочешь уйти от боли Это чувство В тебе будет Всегда Но смотри Дух этого мира Воспользовался Твоей болью И вел в тебя В равство Я сейчас объясню Ты наверное Слышал такое В своей жизни Выпей Прими наркотик Иди Ты слышал Такие слова Внутри себя Здесь же нет Святых таких Иди сделай Иди Сделай аборт Иди убей Иди Повесься Здесь сто процентов Сидят люди Которые слышали Эти выражения И ты их слышал Когда Когда тебе было Очень сильно Сильно боль Когда тебе было Очень тяжело Ты слышал Эти фразы В своем разум И в своем сердце Дух этого мира Пользуется болью Вот поэтому Сегодня Бог И высвобождает Откровения С разных уголков Мира Чтобы люди Поняли Что нужно Где-то Нужна где-то Свобода Как только Ты попадаешь В боль Ты легко Управляемый Человек Управляют Людьми Управляет Управляет С помощью Боли Это один из инструментов Управления Человеком Боль Состояние боли Ты готов Боли Ты готов Все что угодно Сделать Я хочу сказать Есть две боли Они Боль Одинаковая Но она разделяется Физическая И духовная Мы говорим Сейчас В общем процессе За одну боль И физическая И духовная Все вместе Если кто не знает Что такое боль Боль Это вид Чувства Своеобразное Неприятное Ощущение И как только Ты слышишь слова Когда тебе больно Сделать поступки Которые вообще Даже не вкладывались Раньше В твоем разуме Следующая фраза Возникает Сделай это Тебе поможет Человек выпивает Тремки водки Один шприц Одну дозу Что-то делает Изменяет Это все временное И потом Его еще бьет Еще сильнее И он понимает Что ему еще больше Стало боль Он понимает Что этот процесс Не закончился В его жизни А только еще Больше начался Боль Не только стала тупой Она острой стала После таких отношений И человек Снова себя загоняет И снова идет Чтобы убрать Тот поступок Который он сделал И что ему Нашептали Что ему Нашептал Дух Этого мира Родные Это серьезная тема Я верю Что я благодарен Богу Что он поработал С вами Сейчас здесь На прославлении Если мы поймем Будет бомба Реальная бомба Все сосредоточено Тобой На боль И зачастую Мы хотим Убежать От этого состояния Которое нам Неприятно И всю жизнь Мы бегаем От боли От этих состояний Некоторые Перепробовали Все что угодно В мире Все что угодно В христианстве Многие Уже все варианты Перепробовали И ничего не произошло Ты даже в церковь ходил И с тобой ничего не происходило Ты не понял Для чего тебе нужна боль Ты читал Библию Ты слушал проповеди Но ты не понял Почему Сейчас Ты находишься Именно конкретно В этом состоянии Я говорю Ты Я обращаюсь Сейчас к Духу Потому что Дух Он Твой движен Вне боли И я сейчас Проповедую В Дух Потому что Ты уже поражен Болью Тысячи раз Твоя душа Твое тело Все твое Пропитано Болью И смотри Я понял Когда человек Открывает свою боль То я заметил Она идентична То есть Боли Одинаковые В нас Одинаковые Физические И одинаковые Душевные боли В нас Происходят Вот эти чувства И процессы Они одинаковые Как только человек Начинает рассказывать О своей боли Я понимаю Что это Я когда-то Переживал Да Есть некоторые Случаи Что Ты не можешь Понять боль Человека Или физическую Или какой-то Развод Там Потому что Ты всегда У тебя была семья Или ты рос Без родителей А кто-то Жил с родителями Это особый случай Но я хочу сказать В целом Почти все Боли Они одинаковые Идентичные Но Смотри Первое Первое При определенных При определенных условиях Сыграл свою Информационную роль Боль сама Становится Частью Патологического Процесса Когда ты Получаешь Боль Твоя боль Превращается В патологию Что такое Патология Это затянутый Процесс Навечно Всю На всю Твою Жизнь Первое Когда человек Получает Боль Она развивает Патологию В тебе И ты ходишь С этой болью Всю жизнь Ты привыкаешь К насморку Всю жизнь Так-то ты Привыкаешь К боли Ходить С болью Всю жизнь Но Бог Будет сейчас Тебя выводить Он будет у тебя Сейчас убирать боль И переводить В другое чувство Чувство победы И второе Несмотря на свою Неприятность Боль Является Одним из главных Компонентов Защитной Системы Человека Вот это истина Она закрыта От людей И была от тебя Боль Это твоя Защитная функция Ты не знал это Ты думал Боль Это тебе Всегда боль Боль Сейчас Она является Защитной функцией Твоей И если ты Возьмешь второе Ты не войдешь В патологию Мы привыкли Мы заболели Раз Два Три Все Все Навечно Говорит Возьми вот эту информацию Возьми вот это чувство Боли И переведи В другое Защитную функцию И в реакцию Я прошу тебя Услышь Услышь это откровение Как больно смотреть На каждого из вас Когда вы приходите И уже Сколько здесь было Мощных откровений Сколько здесь было сделано Жизнь Меняется На 0-0-0-0-1% Потому что У нас Недостаточно Информации Истины Мы ее сами Не хотим Пустить наш разум Ты сам не хочешь Поменять Ты привык Вот так жить В боли Ты привык Труситься Ты привык Ходить в страхе Ты вот это все Привык Ты уже скоро Сюда привыкнешь И тебя уже Вообще ничего Не будет касаться Если ты не поймешь Некоторые процессы Ты привыкнешь Ходить И будешь ходить Поверь Это не моя мечта Не моя мечта Не мечта Элины Не мечта команды Чтобы ты привык Сюда ходить Чтобы ты привык Давать десятины Жертвовать Что-то делать Чтобы это у тебя Не было привычкой Моя мечта Чтобы ты принял Истину В дух Чтобы ты понял Процессы Которые тебя окружают Которые заложены Внутри тебя Они только Принесут тебе Победу И мы будем молиться О процессе победы Мы в нее вошли Уже в пятницу Люди заскочили В церковь Чтобы на время Загладить свою боль Чтобы услышать Ты такой хороший Как же тебя могла Бросить жена Ты такая красивая И от тебя ушел муж Тебя кинули Ты такой умный А тебя кинули Как лоха Ну правда Ты такой прекрасный Музыкант Да как же тебе могли Там закрыть двери Просто кто-то Не мог перевести Тебя и повернуть Правильное русло И воспользовался тобой Чтобы ты просто ходил И играл Привык играть на сцене Как же тебя могли обидеть Ты такой сильный И все что ты хочешь Услышать здесь Чтобы тебя пожалели Аминь церковь Ну ты же хотел прийти И чтобы тебя погладили По головке здесь И сказали Ну какой же ты Сверхъестественный И святой Почему вокруг Тебя вот это все Кидают Уходят И все тебя бьет Ты же такой прекрасный Я хочу тебе дать совет Перестань собирать Жалость Свою жизнь Выброси Эти сосуды Куда ты собирал Жалость Не поможет Это временное И знаешь Если мы будем сейчас Жалеть Те кто решил здесь служить Мы просто возьмем И отдалим тебя От Бога Потому что Каждое слово Жалости Я сейчас говорю В духе Вы понимаете Есть жалость одна Понять тебя А есть жалеть Все Все это время Я прошу тебя Не комплексуй После этого Откровения Говори Делись Мы дальше Тема еще не закончена Знаете Многие Услышат Тему И ставят точку А тема продолжается Все А вот тут Пастор сказал Вот этого не делать Точка Не ставь сейчас точку Слушай темы Запятыми Потому что Тема Она продолжается И последнее Будет слово Аминь Тогда уже Двигай все Перестань собирать Жалость к себе Чтобы освободиться От боли Это Не поможет Богу не нужно Чтобы ты Исповедовался Каждый день За грех Чтобы Ему не нужно Чтобы ты ему Все время говорил Как тебе тяжело Не согрешать А это Самый трудный Вообще Момент Бог Я больше не могу Бог Я свободен Ты здесь Такой христианин Я больше Не могу Не согрешать Ты должен Первый Стоять На первых Рядах Если ты не можешь Согрешать На коленях В своей комнате Каждый день Кто-то Смотрел В зеркало Себя Сегодня утром Там Повесили Ты нашел Там Бога Это для того Кто ищет Бога Ты видел Свои отражения Там очень много Бога Очень Это зеркало Здесь все делается Сверхъестественно Давайте воздадим Богу славу Я рад Что наш Бог Чудесный Это подарок Для каждого Из нас Бог говорит Кто-то должен Делать это Вы поймите Когда строили Храм Кто-то говорит Не нужно Нужно Духовное Давайте мне музыку Здесь Я буду труситься И мне не важно Что здесь Слушай Когда храм Строили Бога Ходили по квартирам И собирали золото И серебро Не носили книжки А у нас Наоборот Книжечку принесут Об Иисусе Расскажут Так Сорок пятый Все До свидания Вас Бог любит Пойди по квартирам Собери золото И серебро Для его храма Я Это написано В Библии Там не написано Что ходили Раздавали книжки Чтобы построить Храм Бога Не хочешь ходить Давай серебро Я не имею Бога Не хочу Не ходи Мы тебя не заставляем Вот Ведро И мы пошли Так написано В Библии Бог дал пример Я хочу двигаться Как давал Бог Примером И они все работают На практике А мы придумали Носить книжки Чтобы построить церковь Вот это вот Еще говно стоит И как с него строить Оно еще Полупьяное А ты ему Об Иисусе Рассказываешь Попроси А он щедрый В таком состоянии Ты же знаешь А там Все Ама Мы за тебя Помолимся Не ходи Завтра придешь Так мы вчера прошлись Храм построим Почти Еще осталось Один туалет На улице построить Людей много Охрана Будет спросить Ну что пописал Заходи Тема сложная Мы будем разбавлять Это откровение Андрея Шапхвал Он говорит Я всегда разбавляю Я говорю Бог научи меня шутить Потому что я такой серьезный Что вы все не понимаете Что я хочу Не садись на стул У меня к тебе вопрос У меня к тебе вопрос Немножко Повторим Богу не нужно Чтобы ты исповедался Каждый день за грех Как тебе тяжело Не согрешать Грех смыт Совершенной кровью Иисуса Христа Бог хочет Включить Сейчас функцию Победы Он хочет Включить Христианство Да Приняло Иисусом Да Они рождены Свыше Но у них Функция Победы Не работает И как только Где-то давка Христиан Нет А представляешь Если бы сейчас Стояли здесь Полиция Или просто люди С мира вышли И начали бастовать Чтобы здесь Служения не было Зашел бы ты В это помещение Или нет У нас какое-то Маленькое препятствие И нас уже нет А представляете Если физическое препятствие Здесь поставить Петр тоже говорил Я всегда буду Победу С нами не буду У меня не было с ним Сказал Петр Вы представляете Как насколько сложно Быть с Иисусом Христом А мы все легко Все просто Церковь Насколько тяжело Быть с Иисусом Христом По-настоящему Поклоняться Молиться с Ним Жить с Ним Это настолько тяжело Я хочу тебе сейчас Развеять Вот эту всю Легкость И пушиство Но Бог Настолько простой Помните Предыдущая тема Просто нужно умереть У меня к тебе вопрос Это не я задаю вопрос Пойми Если все вопросы Если все вопросы К папе Просто он берет Кто-то должен Задавать вопросы И отвечать Ты человек Ходящий с болью И который несет Только боль Умножая ее Или ты Человек Ходящий с болью Но несущий победу Я прошу тебя Ответь сегодня себе Сам Честно Я повторю вопросы Ты человек Ходящий с болью И который несет Только боль Умножая ее Или ты Человек Ходящий с болью И несущий победу Хочешь Немножко Объясню Последний пол У человека Все разрушено Все плохо А ты видишь Он горит И стоит И говорит Все класс Или человек Какой Ты понял Кто-то узнал себя Ну можно один раз Бубукнуть Понятно Все мы люди Я сам Дома Реально Если у меня температура Вы даже Мы не видели Это все 36,9 Я лежу на диване Под одеялом У меня больничный На месяц Меня дают Блат есть Можно там Нюхнуть Но есть Это Я просто Разграничиваю Тебе момент Есть люди Которые Просто такая Смотришь Боль В глазах Боль А он Огонь Он ничего не понимает А хочется Рядом с ним Стоять Даже водку Пить с ним Хочется Потому что Он огонь Ну понятно Раньше Кто-то принес Это слово Идем дальше Семья Родная моя семья Знаешь ли ты Что такое Боль Плюс боль Сейчас После того Что ты услышал Делай огромную запятую Потому что Сейчас будет ответ Это означает Что когда мы Объединяемся в боли Мы становимся сильнее Недавно Я поделился Своей болью Но вы знаете В ответ Я услышал Точно такую же боль Я Я беседовал С человеком И я хотел С ним поделиться Своей болью И он мне Вместо ответа И жалости Он мне рассказал О своей боли И произошло чудо Я получил свободу Во мне Включилась функция победы Во мне Что-то изменилось Этот человек Тоже сидел Рядом со мной Говорит Ты знаешь Я тоже не принимал Твою боль Мне захотелось Так же дальше двигаться Я понял Это откровение Боль плюс боль Равняется победа Запомни эту формулу Запомни эту формулу Как человек равно человеку Помните И следующая формула Боль плюс боль Равняется победа Твоя боль Рядом с сидящим Его боль Должна быть Переведена В победу Что заставило Что заставило выйти Еврейский народ Из Египта Чуть Слово Боль Общая боль Они были рабами Они устали пахать У них была физическая боль Их детей убивали Забирали Вроде нормально Их там Кормили Все нормально Но их заставило выйти Из Египта Общая боль Они поверили Моисею Он там показывал Фокусы Ну фокусы Бога Я верю Что они тоже Уже здесь есть И будут Но Мне это заставило Их заставило выйти Из Египта Их заставило выйти Из Египта Общая боль И они пошли Они собрали все И пошли Море раздвинулось Они Они поверили Что море будет Раздвигаться Почему они поверили Потому что Была общая боль Почему Во многие вещи Ты раньше не признавал И не верил Но сегодня Ты поверил В чудеса В знамения В золотую пыль Зубы Освобождение Исцеление Ты понял Что в тебе что-то есть Что нужно там Поработать с тобой Выгнать Погонять Легион Потому что У тебя появилась боль Что нас здесь Объединило Скажи Да Нас объединил Иисус Христос Это одно Что здесь Объединило А что до этого Нас здесь Собрала Наша боль Внутренняя Наша боль Сначала Эта боль Была индивидуальная Нашего процесса Всей нашей жизни Но потом Она превратилась В общую боль И ты сейчас Пришел Кто-то пришел Раньше Кто-то позже Ты пришел Сейчас с индивидуальной Своей внутренней болью И поверь Скоро ты будешь Болеть общей болью Хочешь ты Этого служения Сильно Только общая боль Принесет нам победу В этом районе Общая боль Индивидуальные боли Ничего не сделаются Уже были здесь практики Молились Каждый приносил Пунтики Свои тетрадочки Кто помнит Здесь люди Были такие И промаливали Всю свою Индивидуальную боль И они были Сосредоточены Только на этом Списке Своей боли Они были Сосредоточены На своих проблемах И все Где они Проиграли У них не было Общей боли А я хочу тебе сказать Пока ты не вольешься В эту общую боль В это откровение Ты не сможешь Быть даже Источником Сначала Был индивидуальный Процесс Но у многих Он перерос В процесс Общей боли За этот район За этот город За эту страну За этот мир И скажи им Если кто уже Чуть-чуть прикоснулся К общей боли Твоя боль Уже не такая Стала и болью Знаете Но если бы ты Был бы вот там В своей боли Ты уже бы Подох Там бы уже Тебе в нашей талии Что тебе нужно сделать И как тебе Избавиться От своей боли И сегодняшний день Ты бы лежал бы Уже Не живой Поблагодри Бога Что Он вел тебя В этот процесс И как только Тебя цепанет Общая боль Твоя боль Рассыпется На мелкие части Ты ее Не увидишь Я понял Когда мы пропитались Здесь начали служить Общей болью Я понял Что приносит боль И сегодня У меня есть ответ Боль Появляется Тогда Когда мы живем Без Бога Без Его мечты Как только я вошел В общую боль Бог мне сказал Вот смотри Вот откуда Она появляется В человеке Потому что люди Живут Без меня И пока ты До конца На сто процентов Не умрешь У тебя будет Всегда Боль Снова Неприятная тема Но снова Не нравится Душе А как же ей Хочется петь Песни И сказать Ты рожден Свыше И ты все можешь Во Христе Иисусе Христа Заходить в магазин Покупать все Что тебе хочется Пить И вот это все Мне не повредит Ничего Как нам хочется Этого христианства А тебе хочется Сегодня Ходить В общей боли И если кто-то спросит Покажи мне Хоть одно Местописание Я хочу тебе ответить Открой Библию И ты увидишь Все Я говорю Бог Дай мне Местописание Надо же Это религия научила Надо же все Подкреплять И все доказывать Говорит А ты можешь Без местописания Говорить Обо мне Все пропитано Библией болью Все От начала до конца От начала до конца Пропитана болью Сначала это была Бога боль Когда Адам и Ева Согрешили И вошли в процесс Сначала он Перенес боль Потому что Его дети Умерли для него А он предупреждал Сидите Плод И вы умрете Они были Оторваны Духом Этого мира От него Сначала Сначала пережил Бог Огромную боль Но теперь Она в каждом из нас Еще скажите одно Принесло ли удовлетворение Еврейскому народу Когда они вышли Из Египта Они же выходили Из боли Что было с ними В пустыне Сорок лет Они мучились Согласитесь Они мучились Там не было Никакой радости Они просили Бога Они мучились Они Моисея Затюкали там Куда ты нас вывел Куда ты нас привел Но он же Вы же получили Свободу Вот так и многие Приходят в церковь Освободившись От этого мира Садятся И еще хуже А хуже Потому что Они хотите Бога В свою жизнь Они уповали На себя Бог говорит Не собирайте Манны Они собирали Она раз И растворялась Израилю Было еще хуже Вне В свободе Когда они жили В рабстве В Египте Они хотели Вернуться назад Почему многие Из нас Очень легко Думают Вернуться назад Знаешь Почему Ты Очень Сомневаешься В своей Вообще Все что происходит В тебе И все что делает Бог Потому что Тебе хочется Вернуться назад И ты живешь Без Бога В своей жизни И как только Ты живешь без Бога Ты сразу же Хочешь туда В рабство Где ты был Ты забываешь Всю боль Ты уже готов Даже Ходить в этой боли Потому что Ты здесь живешь Без Бога Там хоть тебя Дьявол кормит А здесь Ты под защитой Бога И ты без Бога Пришел И защита На тебе И все Работу потерял Это потерял Тут заболела Не исцеляй Не ничего Там хоть Врачи Меня исцелят Там хоть Это сделаю То сделаю Как-то полегче Переживу Понимаете В чем я говорю Переводите Это все В свою жизнь В практику У каждого В жизни Есть хорошая практика Бог говорит Хватит Родные Хватит Жить вам Как животные Хватит Заботиться О том Как выжить В этом мире Даже Когда человек Приходит В церковь Он также Хочет Остаться Своей прежней Позиции Выживателя Такого слова Нет Сразу говорю Если там Резонуло Чуть Чуть Ну Оно Есть В духе Ты Выживатель Многие Из нас Выживатели Я сегодня Начал Записывать Слова Которые Помните Мы обещали Вести Словарь Я могу Чуть Поделиться Давайте Чуть Паузу Сделаем Выживатель Выживатель Человек Который Не хочет Оставить Свою Старую Жизнь Колбасит Бродвусит Сосисонит Состояние Человека Когда Ему Плохо Десятина Это Слово Приводит В страх Ну И Дальше Пишите Запоминайте Все Что Режет Слух Будем Писать Так Вот Выживатели Хватит Выживать Давайте Будем Жить Реально Выживаем Мы Выживали Там И Здесь Выживаем Из Последних Сил Из Последних Сил Мы Приходим И Заставляем Себя Прийти На Служение Ты Выживаешь Ну Давай Пастор Я Вот Пришел Я Овца Корми Меня Кто-то Слышал Наверное Такое Мы Овцы И Ты Теперь Вот Мы Пришли Покормим Меня Травой Мне Не задавали Такие Вопросы Но У меня Есть Сразу Ответ Родной Ты Так Наелся Что Сегодня Тебе Нужна Клизма Чтобы Сначала Очиститься А Потом Кормить Тебя И Пока Тебе Не Вставишь Клизму А Клизма Тоже Больно И Неприятно У тебя Ничего Не Будет Твоей Жизни Проходить Потому Что Вся Информация Которая Накладывается На Твою Переварившуюся Пищу Она Просто Бродит И Ты Ходишь Пьяный Не Там И Здесь Ёжики В Тумане И Там Истина А там Мир И Ты Просто Ты Вообще Не Поймешь Тебе Нужна Клизмочку Ставите Туда Разбой Потому Что Маленькая Не Поможет Даже Большая Груша Не Спасет Промыть Надо У нас Есть Клизмы Служения Инкаунтер Свою Не Бери Там Наши Разбой Есть Там Промывка Идет Иногда Человеку Некомфортно Первый День Потому Что Ему Вставляют И Говорят Ты Неверующий Ты Просто Знаешь О Боге И Тут Это Клизма Ему Неприятно Посмотри Фильм Об Иисусе Я Уже Посмотри Еще Раз А Вот Второй День Команда Нажимает На Грушку А Чего Вы Смеетесь А В Субботу Некоторым Вторую Надо Вставлять Это Реальное Служение Я Благодарю Бога Потому Что Оно Так Очищает И Пока Мы Не Очистимся Смысл Нам Нет Заливать Себя Новым Старые Михи Вот Это Все Заливать Ничего Не Будет Бродить Скисать Ты Будешь Выписывать Это Все И И И Дальше Только Чистым Тебя Можно Довести До Креста Это Также Наша Мечта Мечта Нашей Команды Привести Тебя К Кресту Не Привести Тебя Не Сконцентрировать Тебя На Пастыре На Лидере На Твоем Лидере Домашней Группе На Прославлении На Музыке Нет Нет Никогда Мы Этим Не Будем Заниматься Весь Вся Работа Идет С Концентрации Тебя На Крест Но Ты Настолько Тяжелый Люди Настолько Сопротивляются Он Настолько Упертый Он У него Пока Живот Не Заболит Он Не Перестанет Есть Человек Но Также Особенно Русский Если Русский Человек Попал За Стол Он Удавится Пока Вот Здесь Ну 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 Я Сам Хожу В гости Дома Ну Вот Пока Не Переешь Ты Не Выйдешь А Этого Худется А Этого Чуть И По Чуть Вроде И Все Это Наша Натура ДНК Обожраться И Многим Не Хватает Информации Из Этого Мира И Мы Разбавляем Библии Еще Чем То Проповедью А Многие Просто Пришли И Уже Все Но Сначала Тебе Надо Родную Очиститься Сначала Тебе Нужен Процесс Очищения Процесс Свободы Внутри Тебя Я Прошу Тебя Посмотри На свою Боль Другими Глазами Ты Понимаешь Что Здесь О Духовных Вещах Говорю Сейчас Лизны Вот Это Все Духовные Чтобы Образ Составить Потому Что Мы Знаем Что Наш Организм Нуждается В Очищении Так Так И Все Наше Внутреннее Также Нуждается В очищении Наш Разум Сердце Свобода Нужна Большинство Божьих Генералов В детстве Были Поражены Болем Кто Читал Истории Божьих Генералов Людей Которые Сегодня Ходят В помазании Через Которых Бог Реально Высвобождает Сверхъестественные Моменты Себя В большинстве Они все Были Поражены В детстве Или Болезнями Или Какими-то Страданиями Или Они ходили В огромной Боли Но потом Приходил Процесс Победы Они Свою Боль Переключали В победу Это Знаете Как Такой Пример Как На ринге Боксеры Он Получает Удар А этот Удар Формирует Его Дух Победителя Ему Хочется Больше Защищаться Ему Хочется Еще Больше Вмазать Своего Соперника Так Они Там Все Там По рингу Но Как Только Человек Получает Удар Ему Хочется Нанести Удар Еще Сильнее И Все Что Сейчас Бог Тебе Говорит Ты Должен Научиться Принимать Удар Мы Не Принимаем Нашу Боль В Нашу Жизнь А Чтобы Тебе Стать Сильнее Тебе Нужно Принять Удар И Согласиться Сегодня Своей Болью Тебе Нужно Сказать Я Соглашаюсь Со Своей Болью Но Смотри Теперь Все Что Внутри Меня Оно Будет Взрывать Еще Сильнее И Ты Пожалеешь Что Ты Сделал Мне Больно Понимаете О чем Боль Должна Сформировать В тебе Чувство Победы И Сначала Эта Боль Должна Войти В Тебя Прими Пожалуйста Свою Боль Сегодня В Молитве Ты Увидишь Победу Ты Первый Подойдешь Когда Поймешь И скажешь Спасибо Папа За это Откровение Прими Удар Что Сначала Чему Учат Боксеров Спортсменов Переносить Боль Лыжников Учат Сначала Не ездить Если Кто Не знает А Падать Давайте Учиться У мира Тебя Не учат Сразу Спрыгнуть С трамплина И лететь Красиво Тебя Сначала Учат Падать Это Первое Условие Если Кто Не становился На лыже Ты Должен Уметь Падать Принимать Боль Ты Должен Правильно Падать Правильно Принимать Боль Свою Жизнь Боксера Нанивают Лапу И первый Тренер Берет Он Бьет Своего Ученика И до тех Пор Пока Он Не научится Защищаться Он Будет Получать Свою Голову Понимаете Спортсменов Ставят На ринге Сначала Сильными Чтобы Они Получали Боль Чтобы Это Сформировало Процесс Победы Внутри Что Сделала Христианство И религия Ж Христианство Они Убили Процесс Победы В твоей Жизни Они Скрыли От тебя Это Откровение О боли И ты Стал Слабым И Доступным Для всех Теперь Раньше Ты был Доступен Для этого Мира А теперь Еще Доступен Для Духа Религии И С тебя Всю Жизнь Будут Ржать Смеяться Все Потому Что Ты Ходишь Как Одуванщик И Как Шарик Ты Раз И Сюда Когда У тебя Будет Боль Поведешь Оберни Свою Боль Победу Как А это Означает Скажи Богу Я Еще Больше Буду Показывать Как Я Люблю Тебя Я Еще Больше Приму Сужение Служить Тебе Я Завтра Больше Не буду Здесь Убираться Я Хочу Делать Другое Вот Так Побеждают Люди Ходящие С Болью А Вторая Категория Это Просто Люди Несущие Боль И Чем Больше Будет Таких Людей Тем Быстрее Здесь Все Развалится Понимаешь Как Мне Понять Как Мне Встать И Принять Боль Обстань Скажи Мой Бог На Первом Месте И Закрой Свой Рот Ох Ты Получишь Боль Тебе Реально Тебе Скажут Ответят И Покажут Больно Так Бигается Бог Так Идет Бог В Твоей Жизнь Это Начало Самое Начало Чтобы Ты Первый Что Сделал Это Исполнил Первую Заповедь Бог Бог На Первом Месте А Мы Перескакиваем Да У меня Бог На Первом Месте Но Жена Не Сказала Не Идти Я Не Пошел Туда Моя Бутылка Призвала Меня В Магазин Я Поклоняюсь Тебе Сегодня Родная Слово Будет Уничтожать Закапывать И Заравнивать Ну пойми Истина Развалит Весь Асфальт Я вечен И со мной Ничего не будет Знаешь почему? Потому что Мой дух Всегда будет Жить Меня Убьют Физическое Тело Мой Дух Живой Надо Папа Воскрешиться Берет И еще Сделать Намного Лучше И Всего Надо Вот и Все Я Из Дух Мы Направлены На свою Глину Глину Поковыряли Больно Не Не Десятина О Ты Что Я ж тут себе Не нарисую Красивую Узорчик На своей Глиняном Горшке А мне еще Надо в горшок Забросить туда Столько продуктов Мясо Колбасу Сыр Морепродукты А углеводы Мне нужны Какая Десятина А витамины Ты че А свет А как А интернет Уже стал А это Да я же Не смогу Нет И что Родные Мы Заботимся О Глине Пришло время Позаботиться О Духе Пришло время Войти В боль Вот это Плизму еще раз Сделаем Промывку Ну Реенкаунтер Команда Смеется 6 декабря Вы увидите Новеньких 8 декабря Будет Вы увидите Тут будут На потолке Стоять Стоять Прославлять Иисуса Христа Возьмите Богу Слава Хорошая Тема Больно Иисуса Почти Я не знаю Тебя Бог ему Показывал Я ветер Я буря Я все Что угодно Тебе зайдет Все что Кто хочет И как Я хочу Бог ему Все показал Говорит Я есть Бог И ты И как только Он признался Что он не знает Бога И захотел Жить Своем Боге Боль ушла Бог воздал Ему в тысячи Раз Там написано Я уже говорил Об этом И говорилось Не только С этого места У него были Дочеря Самые красивые Таких еще Даже не было В тот момент Еще Там написано Не было Таких Красивых Детей Он ему Все воздал Все Дети Дух Он их вернул Только в другом теле Вы понимаете Религия Того не понимает У них Если умер человек Они еще Там 40 дней Там Раз Похоронили Напились Потом Следующая пьянка Через 40 дней А 9 еще Дней Потом 40 дней Веселуха Стакан Водки Стоит В квартире Неделю Хлеб На нем Воняет Все Классно Привет С большого Это наша жизнь Была Прошу тебя Не превращай В болевой Период В твоей жизни Патологию Пусть это сейчас Мы чуть-чуть Будем уже Заканчивать Потому что Сложная тема Смысла нет Много Двигать Это очень Сильная тема Я верю Что мы будем Касаться Потому что Чем больше Мы будем Приближаться К боли Общей Тем больше Нам надо Понимать Некоторые Процессы Преврати Свою боль В победу И Я хочу Тебе Самое важное Сказать Откровение Ты С болью Победишь Только В его царстве Потому что Как только Мир Узнает О твоей боли Тебя вычеркнут Своего списка Многие Как только Ты скажешь Я инвалид Тебя Или завтра Были случаи У меня завтра Ложиться на операцию Тебя сразу Будет списывать С болью Ты можешь Только Побеждать В его Царстве И в его Церкви Боль Боль Дух Этого мира Тебя Вкладывает Еще сильнее Больнее И потом Выбрасывает И ты подходишь Потом Муж подходит Женит У меня боль Я не могу Иметь детей И МПТ На сегодняшнем Я не знаю Как это по научному Выбрасывает Такие семьи Я не могу Рожать тебе Жена Говорит Выбрасывает Я говорю За индивидуальные Подходы Вы понимаете Миру Ты не нужен С болью Миру Нужна Твоя боль Чтобы тебя Управлять И чтобы ты Всегда был В рабстве Понимаете Я прошу тебя Приходи Со своей болью В его царство В его присутствие Только здесь Освобождать боль Все будет двигаться По другому Ты будешь слышать Что ты Ходишь с болью Твоя боль Будет тебя Двигать Вперед А не назад Как это двигало Всю жизнь Иоанна 2114 Бог все-таки Дал Стих Я уже вчера Закрыл конспект Ложился спать И получил откровение Говорит Нет Говорю Папа У меня нет Мест писания Ты же сказал Не надо И я пообещал Богу Не проповедовать Со своих Со своей информацией Если нет слова Я сказал Бог Я не буду Говорить ничего Если оно будет Я буду говорить Если нет писания Я не буду К этой теме Подкладывать Кусочки Чтобы тебе Чего-то доказать Я здесь Не для того Чтобы доказать Я здесь Чтобы ты Получил свободу Итак Иоанна 2114 Это уже В третий раз Иисус Явился своим Ученикам После того Как воскрес Из мертвых Когда они Закончили завтрак Иисус сказал Семену Петру Семен Сын Иоанна Любишь ли ты Меня больше Чем все Остальные Петр сказал Иисусу Да Господи Ты сам знаешь Что я люблю Тебя Иисус сказал ему Позаботься же О моих Овцах И во второй раз Иисус сказал ему Семен Сын Иоанна Любишь ли ты Меня Он сказал ему Да Господи Ты знаешь Что я люблю Тебя Иисус сказал Петру Позаботься О овцах моих И сказал Иисус В третий раз Сейчас Сейчас кто-то Переживает Сего Духа Реально Я стою Сейчас Слава Сходит Ты сто раз Слышал это Местописание Послушай Сейчас Дальше Семен Сын Иоанна Любишь ли ты Меня Петр Опечалился Что Иисус Спрашивает Его в третий раз Любишь ли ты Меня И потому Петр Сказал Иисусу Господи Тебе все Ведомо Ты знаешь Что я люблю Тебя Иисус сказал ему Позаботься О овцах Моих Истинно Говорю Когда ты Был молод То подпоясывался И шел Куда хотел Когда же ты Состарился То протянешь Состаришься То протянешь руки И кто-то другой Подпояшет тебя И поведет Куда ты Не хочешь 19 стих Он сказал это Чтобы показать Какой смертью Петр Прославит Бога Сказав это Иисус велел Петру Следуй За мной И снова Боль Через смерть Петр Прославил Бога Через боль Физическую Представляешь Он думал Он уже тогда Ему так Наверное Было плохо Когда он уже Понимал Что его будет Прибивать Когда он В разуме Он же видел Все Он знает Как это мучительно Даже ты знаешь Попробуй твою руку Гвоздем прибить Порезать Это Петру Уже было сказано И он служил В боли Он служил В этой боли И он победил Зная только Эту боль Иисус ему Специально Сказал Чтобы боль Его Привела К победе Пойми Иисус Он знал Тебе сейчас Спроси Ты будешь Говорить Я люблю Не у тебя Иисус Но Иисус Вложил в тебя Боль А если ее нет Попроси Его О боли Петр Служил Иисусу И он знал Что его будут Распинать Он знал Что его Заживо Убьют Он ходил В боль Всю Свою Жизнь На земле Поздайте Богу Слава Ребята Давайте сюда Просвалим Все Давайте Все ребята Выходите Мы сейчас Будем молиться Я прошу тебя Вообще Возьми Это Откровение Я не хочу Никого Запугать Я наоборот Хочу Если кто-то Не готов Чтобы он Выскочил Но Я хочу Чтобы ты Понял Что все Процессы В твоей Жизни Они От Бога Твоя Несвобода Твои Мысли Твое Состояние Физическое Душевное Твое Непонимание Процесса Ты Читаешь Ты Смотришь Но там Ты Где-то Там Еще Бегаешь По полям Бегаешь По своим Полям Мечты Но Поверь Бог Настолько Любит Тебя Он Будет Спрашивать Не Три Раза Он Будет Каждый День Спрашивать А любишь Ли Ты Меня А любишь Ли Ты Меня Дочь Ты Будешь Говорить Да Я Люблю Тебя Все Закры Лаза Ты Знаешь Где-то Есть Пусть Пусть Эта боль Сейчас Будет Превращаться В победу Ты Знаешь Кто Обижает Тебя Кто Доводит Тебя Я Прошу Тебя Иисус Вложи Боль Почему Ты Сам Носил Тело Христа Почему Ты Сам Убиваешь Храм Духа Святого У Тебя Тебе Боль Иисус Готов Ли Ты Сегодня Сказать Что Ты Любишь Иисуса Христа Готов Ли Ты Сегодня Получить Дозу Боли Свою Жизнь Готов Ли Сегодня Получить И Принять Удар Сказать Да Меня Ударили Готов Ли Ты Сегодня Упасть Чтоб Завтра Перепрыгнуть Трамплин Своей Жизни Готов Ли Ты Сегодня Остаться Без Еды Чтобы Завтра Не Умереть А Выжить Готов Готов Ли Ты Отдать Последнее Себя Ему Любишь Ты Иисуса Христа Любишь Ты Иисуса Христа Петр Это Камень На котором Иисус Сказал Будет Церковь Моя Построена На этом Камне И Это Местописание Сейчас Относится К тебе Иисус Обращался К своей Церкви К своей Невесте Любишь Ли Ты Меня Не Ясно Но Тебя Завтра Будут Распинать Родные Это Слово К нам Как бы Больно Не было Это Слово К нам Завтра Тебя Будет Распинать Завтра Ты Не Сможешь Пойти Куда Ты Смог Пойти Раньше Тебя Прибоя Сся И Покажут Путь На Крест Но Там Ты Будешь Умирать Там Ты Будешь Прибиваться Я Прошу Вас Побудьте В этом Состоянии Я Верю Что Сейчас Разрываются Многие Вещи Я Сам Хочу Войти В Это Состояние Первым Я Сам Хочу Научиться Принимать Боль Иисус Я Сам Хочу Понять Многие Процессы Я Хочу Принести Их В Этот Мир Я Понимаю Что Я Никто Иисус Для Тебя Но И Для Этого Мира Я Знаю Что Для Тебя Я Источник Огромной Силы Я Знаю Те Эти Люди Которые Здесь Сейчас Они Источники Я Знаю Что Тво Твои Входили В селение И Разворачивали Варисе Двое Апостолов Без Ничего Без Денег Без Посока Без Ничего Не Меняли Судьбы Их Тень Исцеляла Это Есть Церковь Это Есть О Бог Пойди Назад Пойди В Назад Пойди Бог Через наши Процессы Входи Любимый Твоя боль Сейчас Будет Рушиться Бог Захвати Отец Захвати Любимый Наш В общую боль Захвати Нас В общей Процессы Отец Процессы Которые Принесут Победу Бог Я Жажду Отец Я Хочу Бог И я Хочу Сразиться С духом Этого Мира Я Хочу Бог Я Прошу Тебя Пусть Сейчас Войдет В дух В дух В дух Это слово Бог Это Откровение Бог Отец Соедини Нашу Боль Сейчас Пусть Это Будет Общая Боль Отец Каждого Общая Боль Оберни Боль Победу Сейчас Отец Знаешь Где Больно Тебе О Бог Любишь ли ты Иисуса Любишь ли ты Иисуса Любишь ли ты Иисуса Готов ли ты Ему сказать Сегодня Да Готов ли ты Сказать Иисус Да 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 Я люблю тебя Иисус О Иисус Я Смертник Иисус Я знаю Я Смертник Своей Жизни Так Не молятся Так Никто Не хочет Просто Молиться Так Никто Не хочет Проповедовать Так Никто Не хочет Освобождаться Потому Что Это Настолько Вольно Вон Процесс Свободы Процесс Свободы Ты Знаешь Теперь Почему 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 Твой Болевой Фактор Настолько На большом Уровне Потому Что В тебе Сам Иисус Потому В тебе Настолько Такая Сила Ведь Чем больше У тебя Более Внутри Тем Ты Опасен Для Этого Мира Сила Сила Он Он Скакал На коне Он Готов Быть Убивать Крестьян Зла Но Он Получил Боль Он Упал С коня Он На слеп Он Пошел За Богом Чем Больше Тебе Болен Тем Ты Опасней Тем Ты Опасней Поверь Ты Не Нужен Этому Миру Со Своей Болью Со Своими Проблемами Не Нужен Тебя Уже Похоронил Этот Мир Тебя Похоронили Дети За Своей Болю Ты Похоронил Детей С Их Болю Но Послушай Сейчас Твой Шанс Перевернуть И Развернуть Это Состояние Процесс Победы Я прошу Тебя Объясни Себе Объясни Себе Что Ты Упал И Это Первый Шаг Победы Объясни Себе Сам Себе Что Ты Получил Удар Это Процесс К Победе Весь Удар Твоей Жизни Ты Думал Ты Бадал Ты Становился Конченным Ты Был Неудачником О Родной Поблагодри За это Время Твоей Жизни Поблагодри За это Время Там Где Тебя Обижали Там Тебе Говорили Ты Никто Это Было Самое Сильное Время Становления Чемпиона А Тебе Говорит Я Я Я Вот Такой Весь Пушистый Целый Всю Жизнь Прожил Он Не Может Побеждать Победа Она Плотно Связана С Болью Все Вот Так В Одно Целое Ты Выходил На Ринг Этого Мира И Мир Тебя Сбивал Он Наполнял Тебя Собой Ты Падал Тебе Была Настолько Боль Ты Ненавидел Всех И Вокруг Если Ты Когда Либо Ненавидел Кого Ты Уже Возненавидел Мир Вот Тогда Тебе Нужно Было Останавливаться Войди В Его Царство Скажи Бог Вот Моя Боль Бог Ты Все Знаешь Ты Все Видишь Просто Скажи Ему Сейчас Все Ведомо Тебе Ты Все Знаешь Бог Просто Попроси Ты Все Знаешь Иисус Тебе Говорит Позаботься Моих Овцах Иисус Тебе Говорит Позаботься Моих Овцах Это Значит То Что Рядом С тобой Кто-то Есть Это Значит То Что Ты Имеешь Авторитет Авторитет В глазах Иисуса Христа Что Ты Что Ты Что-то Можешь Сделать Иисус Сейчас Обращается К каждому Из Нас Он Говорит Позаботься О Моих Горде Возможно Ты Рожден Заботиться О Твоем Лидере Или Служителе Возможно Лидер Рожден Чтобы Заботиться О Тебе Неважно Вручи Сейчас Богу Свою Боль Скажи Я знаю Это Откровение Я знаю Это Слово Я Прошу Тебя Вставай Будь Сейчас Вставай Внутри Чтобы Что-то Поднимется Внутри Тебя Процесс Победы Процесс Победы О Масир Али Бог Избивается Сейчас Он Реально Что-то Изливает Все Что Бог Может Излить Это Информация Небо Это Слово Это Звук О Бог Пусть не Заканчивается Эта Молитва Любимый Иисус Тебя Настолько Здесь Много Иисус Я хочу Тебя Иисус Я хочу Любимый Иисус Заботится Твой Холд Иисус Я Я Хочу Иисус Я Хочу Тебя Иисус Я Хочу Любить Тебя Драгоценным До Конца Стой До Конца Стой До Конца Стой Отец Я Прошу Тебя Я Прошу Тебя Здесь Дай Каждому Сил Пройти Боль Дай Каждому Сил Отец Понять И провести Границу Где боль Этого Мира Где боль Которая Управляет Дух Этого Мира И Где Твоя Боль Драгоценный Отец Проведи Сейчас Границы Проведи Отец Проведи Отец Поставь Боль На Твою Боль Отец Начни сегодня жить с болью, в победе. Начни, церковь, прославь Бога через боль, через проблемы. Вот сейчас, когда тебе самое тяжело, вот сейчас идет прорыв. Вот сейчас идет новая твоя жизнь. Это сейчас для кого-то. Для кого-то. Ты понимал теперь, что внутри разрывалось. Теперь. О, Бог, спасибо тебе за это слово. Спасибо тебе за это слово. Спасибо за то, что ты дал возможность до конца высвободить слово здесь, на этом месте. В этом городе и в этой стране я Бог. Я отдаю все в твои руки. Это твое служение. Это твои люди, Бог. Заботься о них. Но я обещаю. Я буду собирать серебро, золото. Я буду все собирать, чтобы построить твою церковь, Иисус. Чтобы построить твою церковь здесь. Я твой Иисус. И я люблю тебя. Я знаю, о чем я сейчас говорю. Ты теперь тоже понимаешь, насколько, насколько. Это серьезный ответ, что он значит в жизни любящего Иисуса Христа. Тебе есть возможность посеять этот сюжет. У тебя есть возможность позаботиться о умовцах, которые здесь стоят. У тебя есть возможность удержать это служение. У каждого все в твоих руках. У тебя даже есть вера. Ты можешь писать на обычных листочках. Обычной ручкой, карандашом, любую сумму. Все, что ты можешь, это будет превращаться сверхъестественно. Я верю в эту церковь Иисуса Христа. Что бумага будет превращаться в финансы. Я его церковь. Бог не даст сверху. Ему не нужно. Он даст тебе. Столько, сколько тебе нужно сегодня. Твои пустые тарелки будут заполнены. Твой дом будет настолько пропитан им, насколько ты будешь его принимать. Отец, спасибо тебе за мой ум. Я знаю, что ты здесь. Иди, не бойся. Иди, не бойся боли, страха. Ничего не бойся. Не переживай, даже если у тебя нечего сегодня водать Богу. Просто скажи, я буду здесь стоять. Это моя цена. Для Бога не нужно, чтобы ты что-то делал. Ему нужно, чтобы ты жил с Ним. Прославьте Бога. Аминь, церковь. Со славой Ему. Благословите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok